Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Орга Пырычкина. Смотрите сегодня. Безопасное обращение с отходами. Волжская природоохранная прокуратура изучала организацию работы по утилизации и переработке мусора. Новый облик Чебоксарского Арбата и Красной площади. Московский архитектор ознакомился с проектом реконструкции залива. Задержи дыхание. Волонтеры предлагают жителям республики обратить внимание на опасную болезнь. Безопасное обращение с отходами. Ключ к экологии будущего. Это тема сегодняшнего форума, который прошел в Доме правительства под руководством Волжского природоохранного прокурора. Главная тема дискуссии – утилизация и переработка мусора. Что предпринимается в регионах для ликвидации стихийных свалок? И какие проекты помогут искоренить эту экологическую проблему? Подробности о в сюжете Дмитрия Ковалева. Несанкционированные свалки в регионах страны продолжают расти, несмотря на предписания прокуроров и штрафы. От мусора страдают водоохранные зоны, поля и леса. За последние три года только в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре на поднадзорной территории Приволжского федерального округа выявлено свыше 8 тысяч нарушений законов. В свою очередь, наведение порядка в рассматриваемой нами сфере невозможно без вовлечения в этот процесс всех слоев общества. Система утилизации отходов должна меняться, причем стремительно, отмечают прокуроры. Положительные примеры есть. В Чувашской республике уже работает современный полигон ТБО. А в ближайшее время начнется и строительство станций для перегрузки и сортировки мусора. Чуваша – это первый и пока, к сожалению, единственный субъект Российской Федерации, где 100% отходов двух крупнейших муниципальных образований субъекта Российской Федерации обрабатываются. Смей рассчитывать, что эта ситуация скоро изменится и в других субъектах. Вторым на очереди, скорее всего, будет Саратов. Решен вопрос и с тарифами. Глава республики отмечает, что интересы горожан власти соблюдают. За вывоз ТБО жители домов платят не больше 2% от общей стоимости услуг ЖКХ. 2% – это 100 рублей. Семье из трех человек обходится твердые коммунальные отходы. Мы заняли единую государственную позицию, защищая интересы государства по обеспечению экологической безопасности. Это наш приоритет. И защищая интересы жителей многоквартирных домов. Вот, допустим, тот полигон, который сегодня позволяет хранить твердые коммунальные отходы – это жители города Чебоксары, города Новочебоксар, Чебоксарского района. Это почти 60% от общего количества жителей. Но каждая машина на учете. Но по правилам работают далеко не все. Ряд бизнесменов в погоне за деньгами нарушают законодательство и складируют мусор, где придется. Или вовсе сжигают его. Прокуратура республики выявила десятки подобных случаев. Только в 2016 году от граждан поступило 86 обращений по поводу ненадлежащего сбора и утилизации ТКО, из которых 34 нашли свое подтверждение. Установлены факты сжигания отходов в самодельных печах, не оборудованных фильтрами для очистки воздуха. На территории производственных баз ООО «Чистый город» ООО «Экосервис» в город Чебоксары. По постановлению прокурора района, именованы должны ирюдистские лица причины конкуративной ответственности. Сумма наложенных на них штрафов превысила 1 миллион рублей. Решать проблему нелегальных свалок необходимо комплексно. Пока, считают эксперты, законодательство слишком гуманно относится к тем, кто загрязняет природу. Но все может измениться. Участники форума намерены предложить членам правительства и депутатам Госдумы пересмотреть правовые акты в сфере охраны окружающей среды. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. В программе открытого форума Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры было и посещение полигона ТБО. С работой комплекса ознакомились руководители региональных ведомств и заместители генерального прокурора России Сергей Зайцев. Первым делом взвешивание и измерение радиационного фона. На этот полигон привозят мусор из Чебоксар, Новочебоксарска, Марк-Пасадского и Чебоксарского районов. Столичный уже отсортированный, остальное распределяют на месте. 18 видов торсырья отправляют на дальнейшую переработку. Ежедневно мусоросортировочный комплекс обрабатывает до 500 тонн отходов. На выходе получают прессованные кубы весом 900 килограммов каждый. Они называются «хвосты». У меня есть мечта о том, что этот же мусор, мы как сейчас где-то в Европе делают, начнем тоже перерабатывать. Например, в топливо. Есть такое топливо – РДФ. Это позволит еще меньше нагружать окружающую среду и, соответственно, перерабатывать в электричество, в тепло, в энергию. Пока же спрессованный мусор складируют на первой карте полигона, соблюдая все экологические требования. Уникальность этого полигона вообще мировая. Обычно на полигонах у нас работают очистные сооружения локальные. Ну, это всегда баланс между лучшим и как получится. Здесь же весь фильтрат, все стоки идут напрямую на биологические очистные сооружения. 5 километров труб две ветки идут. И очищается уже промышленно это все. В будущем полигон ТБО сможет принимать мусор практически со всей республики. Мощности и площади позволяют. Две карты полигона рассчитаны на заполняемость в течение 40 лет. Успешный опыт республики в утилизации отходов высоко оценили заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селефанов. Сегодня, на мой взгляд, Чуваша – это лидер. Вот в наведении порядка, в буквальном этого смысла по утилизации отходов производства и потребления. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Александр Петров. Республика. Руководство Чебоксар в последнее время зачастило на Чебоксарский Арбат и Красную площадь. Не прогулок ради мы уже рассказывали, что эти территории должны преобразиться к 2019-2020 годам, к празднованию 550-летия Чебоксара и столетия республики. Сегодня вместе с городскими властями там побывали вице-президент Союза московских архитекторов и наша съемочная группа. Проектов реконструкции Красной площади Чебоксарского Арбата жители столицы Чувашии только за последние несколько лет видели множество. Пожалуй, самое грандиозное и обсуждаемое творение испанского архитектора Хосе Асабильо. Впрочем, он уехал, а Красная площадь осталась в прежнем виде. И вот новый проект, на этот раз местных зодчих. Хотелось создать современный и экологичный дизайн. В проекте очень много используется натуральных материалов. Это такие, как кирпич, камень и древесина, естественно. Напротив Национального музея проектировщики отвели территорию для города-мастеров. Принципиальное различие заключается в том, что мы разделяем на две зоны. Парковая зона, зона отдыха, детская площадка и колесо обозрения выносим в одну сторону. И город мастеров, опять же, тоже с какими-то аттракционами и дополнительными палатками, располагаем здесь. Эта мера призвана убить сразу двух зайцев. И ремесленники получат комфортные и современные торговые и рабочие места. И фасады исторических зданий Арбата, наконец, откроются взору отдыхающих. В этот раз, судя по всему, столичные власти всерьез намерены воплотить проект в жизнь. Во всяком случае, в части города-мастеров. 31 марта ремесленникам выдали предписание убрать торговые точки, а уже 2 апреля их начали демонтировать принудительно. Что касается остальной части проекта, это пока эскиз. Впрочем, приглашенный для консультации вице-президент Союза московских архитекторов особых замечаний не высказал. Рано что-то говорить, все движется в правильном управлении, проект отличный. И, в общем, развитие – это всегда хорошо, и это правильно. И каждый город должен постоянно развиваться. В городе есть атмосфера, и это очень важно. И она совершенно своя, уникальная. А дальше я сейчас пойду смотреть просто. Что касается переноса палаток мастеров-ремесленников, московский архитектор отметил, Делать это нужно аккуратно. Здесь, как при пересадке цветов. Главное – сохранить корни. Открытый город снова собрал неравнодушных жителей Чебоксара. На этот раз на вопросы отвечали заместитель главы администрации города Чебоксара по вопросам ЖКХ Герман Александров, глава Ленинского района Николай Прокопьев. В актом зале школы номер 10 не осталось свободных мест. Откровенный разговор о путях развития города пришли поддержать около 100 чебоксарцев. Эту встречу жители Ленинского района ждали давно. Площадка «Открытый город» стала местом встречи неравнодушных горожан с руководством города. Вопросов накопилось немало. Многие из них горожане приготовили и в письменном виде. Нет скамеек, да? Скамейки на зимний, перед мы их убираем. 1 мая во всех скверах и парках они все будут обратно восстановлены. Всего за вечер рассмотрели более 20 вопросов. Касались они развития микрорайона, переселения из аварийного жилья, строительства парковок, ремонта дорог, проблем ЖКХ. Причем на большую часть вопросов горожане получили ответы сразу. Некоторые городские службы взяли на контроль для дальнейшей проработки. Тем, кто живет здесь, не безразлично ведь судьба наших дворов, территорий и дорог. Здесь я подчеркнула, во-первых, много информации, нужной для себя, то, о чем я не знала. Ну и, соответственно, вынесла ту информацию, которую хотела сама узнать, но не знала, кому ее задать. Спасибо за эту встречу. То есть организованно очень хорошо, приятно, как в кругу семьи. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. История длиною в век. Общественно-политическая газета Республики «Советская Чувашия» празднует 100-летний юбилей. На праздничном торжестве в Чувашском драматическом театре побывала наша съемочная группа. Одна из любимых газет жителей Чувашии начала свой путь 10 апреля 1917 года. Тогда еще «Чебоксарская правда» стала первой русскоязычной газетой в Чувашии. Далее выпускалась под названиями «Трудовая газета» и «Красная Чувашия». Ну а свое название «Советская Чувашия» она получила в январе 1952 года. За 100 лет она пережила не одно переименование – взлеты и падения. О том, чем дышала газета все эти годы, гости юбилейного торжества могли узнать из экспозиции истории газеты. Здесь разместили летопись знаменательных дат и страниц из истории Чувашской Республики. Главные ценности газета никогда не теряла. Почему? Потому что журналисты, имея свои профессиональные качества, имея свой талант, имея определенные внутренние чувства, выдавали тот продукт творческого труда и читатели всегда интересовались этой газетой. Новости политики, экономики, решения социальных проблем, интервью с известными людьми, новости спорта. За 10 десятилетий на страницах издания отразилась вся история Чувашии. И сегодня газета «Советская Чувашия» продолжает жить делами и заботами жителей республики, охватывая все актуальные темы. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области СМИ. Лидер рейтинга качества деловых СМИ России, занесенного в Золотой фонд прессы. Лауреат многих всероссийских конкурсов и фестивалей прессы. Все достижения газеты и не перечислить. Газета дважды удостоена ордена «Знак почета». «Советская Чувашия» сегодня живет яркой, содержательной жизнью, результатом которой стал непререкаемый приоритет как для политической и деловой элиты, но главное и для любимых наших читателей. Поэтому особую признательность хотелось бы выразить коллективу газеты. Это тем людям, которыми ежедневно, ежедневно, на протяжении большого времени мы вместе сделаем одну любимую газету. Несмотря на свой возраст, газета остается современной. К юбилею советская Чувашия полностью обновила свой формат. Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Александр Петров, Республика. В Чувашии стартовала акция «День открытых дверей». Сегодня и завтра все налоговые службы будут открыты для посетителей. Жители республики смогут не только повысить свою налоговую грамотность, но и узнать о порядке декларирования доходов и о том, как получить полагающиеся налоговые вычеты. Теорию сразу можно будет закрепить практикой. Компьютеры с доступом к сервисам Федеральной налоговой службы позволят оформить всю необходимую документацию, а также создать личный кабинет налогоплательщика. А это возможность всегда быть в курсе задолженности по налогам и переплатам. Также можно будет получать и распечатывать налоговые уведомления, квитанции, заполнять декларацию по НДФЛ и направлять ее в налоговые органы. В прошлом году в Чувашии на приглашение налоговой службы откликнулись около 3000 налогоплательщиков, от которых принято 2000 деклараций по налогу на доходы физических лиц. На период акции во всех инспекциях Чувашии введен особый график приема завтра с 10 до 15 часов. 17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Это сравнительно молодой праздник. Он был учрежден 12 августа 2010 года. Дата выбрана не случайно. Она приурочена к 20-летию создания общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Сегодня их поздравил глава Чувашия Михаил Игнатьев. В России ветеранам всегда уделяется повышенное внимание. Особой категории наших граждан составляют ветераны Великой Отечественной войны, которые пользуются уважением всего общества и обладают пакетом различных льгот. При этом в стране есть и другая группа ветеранов, которым российское общество обязано сегодня не меньше. Это ветераны органов внутренних дел и внутренних войск. Это праздник всех тех людей, которые счастью служили своей стране, защищали ее граждан от посягательств преступников, с оружием в руках защищали нас во время проведения контртеррористических операций, стояли на страже законности и правопорядка. Наша ветеранская организация за 33 года, сейчас идет 34-й год, прибрала определенные навыки и опыт работы так среди ветеранов, так и среди сотрудников органов внутренних дел. И, конечно же, приоритетные такие направления работы прежде всего, кроме заботы о ветеранах, оказания помощи действующим сотрудникам. Ветеранам органов внутренних дел и внутренних войск сегодня вручили заслуженные награды. Это уже стало традицией. Ежегодно общественная организация приглашает вас, вы общаетесь, вспоминаете историю, вспоминаете о тех событиях, когда выполняли по своей компетенции, при выполнении служебного долга, в разных ситуациях, в разных мероприятиях, довелись только одного. Обеспечивали охрану общественного порядка, взаимодействие, взаимодействуя с другими правоохранительными органами, с органами государственной власти и органами местного самоуправления. Вдох-выдох. Всероссийский благотворительный флешмоб «Задержи дыхание», направленный на поддержку больных муковисцидозом, дошел до Чебоксар. Участников автопробега встречали студента Чебоксарского медколледжа. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Сколько секунд или минут вы можете продержаться без кислорода? Эти ребята уже получили ответ на данный вопрос и поняли тех, кто каждый день борется за глоток воздуха. Муковисцидоз – болезнь генетическая. Вылечить ее полностью можно только с помощью трансплантации легких. Оксана Петрова получила здоровые органы в 2015 году. Светуана Хмедзянова – волонтеры. И вместе они побывали уже в 28 российских городах. Чебоксары – 29-й. Проблема актуальна у нас во всех регионах. Причем, чем дальше от Москвы, тем больше проблем у ребят с лекарствами, с тем, что вот с необходимостью перебраться на какое-то время в Москву, там проживать в ожидании операции. Человек должен жить в 2-3 часах от центра трансплантологии, потому что сами легкие, донорские легкие, они… Ну, то есть дается все 6 часов, не то, чтобы их пересадить в реципиент. Вот этот важный момент, который многие не понимают. Один из жителей Чувашии уже стоит в листе ожидания на пересадку. Всего же в республике такой диагноз у 59 человек. И каждый хочет дышать полной грудью. Про вот существующие вот эти вот проблемы, про них начали говорить. Это первое. Во второе, очень важная вещь, что очень много молодежи к нам присоединяется в городах. То есть, например, точно знаем, что в некоторых городах ребята, которые были на наших встречах, они захотели стать волонтерами. Присоединиться к акции просто. Выложить посты в соцсетях с хэштегом «Задержи дыхание», а также отправить пожертвования в фонд «Кислород». Средства идут на оплату лечения нуждающимся в трансплантации. В это воскресенье в Чувашии пасхальные богослужения и крестные ходы пройдут во всех 175 храмах республики. Ожидается, что в них примут участие не менее 35 тысяч человек. Последние события в стране вынудили власти принять дополнительные меры безопасности. Накануне пасхальных дней, это и пятница, и суббота, да и сам день Пасхи, конечно же, в наших храмах будет очень много молящихся, прихожан. Но вот ради безопасности тех людей, которые приходят в храм, будут установлены металлоискатели, особые средства, которые необходимы для того, чтобы обеспечивать безопасность людей, находившихся в храмах. Поэтому, конечно же, мы просим всех наших прихожан, да и не только прихожан, те, кто придет на Пасху, и кто себя считает даже, может быть, не совсем людьми церковными, отнестись ко всем этим нововведениям с пониманием. Потому что это все делается, опять же, ради нашей и ради вашей безопасности. Напомню, что пасхальное богослужение можно увидеть в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия». Начало трансляции 15 апреля в 23 часа. Наши новости программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. Ах, я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чувашия». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин